Доброго времени, дорогие друзья! У нас проект Хелик. Итак, на этой неделе стало известно, что Гиста Друт, Федерация профсоюзов Израиля, грозится объявить забастовку, общенациональную даже забастовку в общественном секторе. Надо отметить, что причиной такого посыла правительству является желание Израиля Каца, министра финансов, понизить и обрезать зарплаты и пенсии в госсекторе. Надо отметить, что очень многие госслужащие получают огромнейшие зарплаты и огромнейшие пенсии. Надо отметить, что он планирует обрезание на 3-10% в зависимости от, соответственно, службы, от лет службы и так далее и тому подобное. Надо отметить, что данные изменения в первую очередь связаны, естественно, с эпидемией коронавируса, которая сейчас бушует по всему миру. Но если копнуть чуть-чуть глубже, то в предысторию посмотреть, то общественный сектор, точнее государственный сектор, который государственной корпорацией, служащий государственной корпорацией является той священной коровой, и гестадрут является также той священной коровой, с которой практически ни одно правительство, начиная с формирования государства Израиль и со смены и прихода к власти Минахема Бегина в 1977 году, когда власть перешла вправо, на другие рельсы встава, нужно отметить, что никто не трогает гестадрут, который миллиарды шекелей, а то и сотни миллиардов шекелей ежегодно распределяет на пенсионные взносы, на зарплаты, которые можно соизмерить с зарплатами в высшем эшелоне работников хай-тека. Мы, конечно же, не будем шариковым, не будем лезть к людям в карман, но мы прекрасно понимаем, что эти зарплаты, они получают из наших налогов, эти зарплаты, это миллиарды, которые нужны сейчас для поддержки, в первую очередь, медицины, чтобы она не была краха в медицинской сфере. Мы понимаем, что экономический кризис, который вызван коронавирусом, достаточно серьезно влияет на нашу страну, плюс поддержка, естественно, людей, которые остались без работы и буквально сейчас в больших долгах. И мы понимаем, что это урезание и реформа в пенсионной сфере, и та смелость господина Каца в желании провести реформу в данных сферах, в данных структурах, уже давно назревших структурах, давно это ожидает наша страна. И та святая корова, и, кажется, святая святых, гистодрут, и, соответственно, госслужащие, которые выходят, и военные на ранней стаде, молодые военные выходят на пенсию. Это вопрос отношения этих людей к нашей стране, отношения этих людей к проблемам, которые возникли сейчас. 3-10%, когда урезают, естественно, никто это не любит, но мы понимаем, что эти деньги, которые платятся из нашего кармана, очень важно перенаправить сейчас в правильные сферы и поддержать правильные сферы. Мы понимаем, что отношения гистодрута, в первую очередь, и других профсоюзов, которые входят в гистодрут, отношения к жизни обычных граждан, отношения к Израилю, которые, естественно, выкачивают многие деньги из нашего кармана, и мы видим, что они заботятся, в первую очередь, о себе, об этом мы рассказывали достаточно много в других наших видео про гистодрут, что это достаточно такая бездонная структура, куда вливаются деньги, и они уходят непонятно куда. И желание, именно сейчас самый тяжелый момент в нашей истории, в один из моментов нашей истории, когда у нас, с одной стороны, эпидемия, с другой стороны, мы видим экономический кризис, да, нужно подтянуть поезд, немного отказаться от своего огромного пирога и правильно направить госденьги, деньги, которые принадлежат, в первую очередь, народу Израиля, деньги из наших налогов направить на правильные вещи, на правильные дела. Думаю, что такое отношение наплевательское, это огромный урок для нас всех. Будем и дальше наблюдать с огромным интересом, как будут развиваться события, будет ли в общественном секторе забастовка, будет ли общенациональная забастовка перед праздником, об этом все мы узнаем. Но что да, мы прекрасно понимаем, что гистодрут уже давно нужно реформировать, а может быть даже убрать с исторической арены, потому что это структура, профсоюзная структура, которая готова пойти на все, лишь бы, как говорится, не отойти от своих интересов. Давно пора, в свободной экономике не должно быть таких структур, все такие вопросы, какие-то конфликты рабочие должны решаться через арбитражный суд. В общем, есть над чем задуматься. Полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями. С Божьей помощью мы будем свидетельствовать больших чудес нашей прекрасной, цветущей стране и в мире в частности. Если у вас есть комментарии, идеи, пожелания, пожалуйста, оставляйте их под этим видео. Если вы хотите стать спонсором нашего канала, есть вкладочка «Спонсорство». Берегите себя и близких, будьте здоровы и до скорых встреч!